Социальные расходы в Нинецком округе превышены почти в 3,5 раза. Наш регион занимает 77 и 78 место по соотношению социальных и инвестиционных расходов в исследовании Института стратегического анализа. Эти и другие данные вошли в рейтинг фонда «Петербургская политика» за ноябрь этого года. Фонд проводит мониторинг важнейших социально-политических событий в субъектах России за прошедший месяц. В качестве позитивных, как правило, выделяются события, связанные с улучшением экономической конъюнктуры, привлечением инвесторов, реализацией новых проектов и другие. В свою очередь к негативным относятся события, указывающие на рост социальной, экономической, политической и внутриэлитной напряженности, активное вовлечение правоохранительных органов в политический процесс. По итогам мониторинга Нинецкий округ находится в рейтинге среди регионов с высоким уровнем устойчивости. Вместе с нами еще 16 субъектов, такие как Ханты-Мансийский автономный округ, Томская область, Мордовия и другие. Чуть впереди нас в рейтинге с максимальной устойчивостью Ямальцы и Ленинградская область. А вот Санкт-Петербург оказался в рейтинге ниже нас. Среди позитивных событий, произошедших в нашем регионе в ноябре, отмечены встречи губернатора Игоря Кошина с топ-менеджерами компании «Башнефть» и «Лукойл», на которой обсуждались планы развития совместного предприятия «Башнефтьполюс». Презентация губернатором Игорем Кошиным в рамках Дней Арктики в Москве проекта строительства порта Индига. Открытие в СПК Путилича в поселке Харьягинский быстровозводимого убойного комплекса. Его собрали всего за пять недель. За смену, которая длится 10 часов, здесь возможно обработать порядка 400 голов. Для СПК Путилича это первый собственный убойный пункт. Раньше рогатых животных кооператива забивали в Харивере. Это для нас выход из положения, который тянулся много лет. В связи с глобальным потеплением мы не можем бить за бой. И поэтому вот этот современный убойный пункт, можно сказать, независимо издаёт нам от погоды. Мы можем бить при температуре минус 2, не дожидаясь минус 12, минус 10. Модульный комплекс Путилича построил на собственные деньги. Часть затрат, благодаря специальным программам субсидирования, компенсировала администрация региона. Стоимость убойного пункта составила чуть больше 70 миллионов рублей. Если сравнивать по финансовым затратам, то можно просто вспомнить, примерно собирались построить в поселке Индига аналогичный убойный комплекс. Цена его достигала 150 миллионов. То есть, ну, этот, скажем так, в разы дешевле. Поэтому, ну, здесь само хозяйство строило, оно само определяло, что им нужно. Определяло приоритеты, конфигурацию и все производственные параметры. До конца года на модульном комплексе СПК планируют забить порядка 10 тысяч голов оленей. Большая часть мяса по зимнику попадёт на переработку в Наринмар. Не осталось без внимания и политика, которые ведут в регионе в отношении предпринимателей. Установление собранием депутатов налоговых льгот для малого бизнеса позволило Нинницкому округу взлететь в рейтинге среди положительных событий Северо-Западного федерального округа. Принятый закон предусматривает ряд налоговых режимов для некоторых видов предпринимательской деятельности. Первый – это распространение налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере водовых услуг. Второй закон касается расширения видов деятельности, применения патентных видов. Добавляется 16 видов. Это касается производства молочной продукции, производства хлебопулочных изделий. Для налогоплательщиков, которые применяют упрощённую систему налогообложения и применяют расчёты дохода 6%, снижать на уровне субъекта до единицы. Мы пошли именно максимально приятным путём для наших налогоплательщиков, которые работают у нас в округе, именно снижением максимально до единицы. К положительным событиям отнесено и установление трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений самого высокого в России минимального размера оплаты труда. МРОД, установленный в НАУ, вдвое превысил федеральный. На региональном уровне он составляет 12 420 рублей. При этом федеральный МРОД составляет около 6 тысяч рублей. 82-е место Ненецкий округ занял по уровню кредитной нагрузки населения по данным Объединённого кредитного бюро. 14-е место по депозитам физических лиц на душу населения. 77-е, 78-е место по соотношению социальных и инвестиционных расходов в исследовании Института стратегического анализа компаний диспропорций региональных бюджетов. По словам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, это явный структурный перекос в бюджетной системе регионов. Необходимость выполнения социальных обязательств, закреплённых в первую очередь в майских указах президента 2012 года, приводит к опережающему росту социальных расходов и ввиду ограниченных возможностей урезания остальной части бюджетов регионов, увеличивает бюджетный дефицит. Учитывая структурный характер нынешнего экономического кризиса, следует признать важность данной проблемы и предпринять меры к исправлению сложившихся диспропорций. И меры уже принимаются. Социальная политика региона меняет своё направление на принцип адресности и нуждаемости. Отстаём мы по нескольким параметрам. 75-е место в рейтинге «Кому на селе жить хорошо» В нём мониторится зарплата сельхозработников. В Ленинском округе по отношению к средней по региону она составляет 38,5%. А по строительству жилья на душу населения, по данным Росстатам, округ занимает 73-74 место. Ирина Цепедова, Телеканал Север